Грегори и Эдвард Бойд Письма скептику Размышления сына над вопросами своего отца о христианстве От авторов, читателям русского издания Прошло почти восемь лет, с тех пор, как я стал христианином. Теперь я другой человек. Отдав свою жизнь Христу, я оставил всякую попытку делать все по-своему, и это главное. Я научился предавать все в руки Божии. Честно говоря, в моей жизни в это время не все было благополучно. Здоровье ухудшилось, слухи зрения ослабли, но все же в моем сердце покой. Мне уже восемьдесят один год, и я знаю, что скоро буду там, где никому не нужно прикладывать все силы для того, чтобы поддерживать равновесие в жизни. Восемь лет назад у меня не было надежды. Нужно было только довести жизнь до конца. Теперь же я знаю, что когда закончится эта жизнь, начнется жизнь настоящая. Я очень благодарен Богу за моего Сына, который помог мне это понять. Я также был счастлив знать, что Бог использует нашу переписку, чтобы спасать тысячи людей. Но больше всего я благодарю Господа Иисуса, который спас меня, несмотря на мое упрямство. Эдвард Бойт Из всех прошлых лет я помню только один случай, когда плакал мой отец. В детстве я попал в аварию, повредил внутренние органы, и доктора считали, что у меня мало шансов выжить. Больше я не помню ни разу, чтобы мой отец уронил хоть слезу. Теперь же редко бывает, чтобы он не плакал, когда мы говорим. А говорим мы часто. И это только одно из изменений, произошедших в моем отце. Его сердце стало невероятно чувствительным. Он плачет всякий раз, когда видит проявление любви или учится чему-нибудь через страдания, а особенно, когда узнает, что еще кто-то принял Христа как спасителя, читая книгу «Письма скептикам». Но результат этой работы – не наш успех. Не мои аргументы во время переписки изменили сердце отца. Не человеческая логика, проповедь или свидетельство. Это мог сделать только Господь. Он использовал человеческую логику, проповедь и свидетельство, как средство достижения сердца человеческого. Я не перестаю удивляться тому, как Господь изменил сердце моего отца. Иисус из человека, который упорствовал против него, сделал человека, который любит его и отражает его божественную нежность. Также мы с отцом благодарны Господу за то, что он использует наш письменный диалог, чтобы коснуться сердец многих людей. Мы молимся, чтобы он продолжал использовать нашу книгу, работая через нее среди русскоязычных людей. Ему вся слава, честь и поклонение. Грегори Бойт Грегори и Эдвард Бойт Письма скептику Об авторах Доктор Грегори Бойт Автор или соавтор 23 книг и множества академических статей. В 1982 году он получил степень магистра богословия Школы богословия Ельского университета, а в 1988 году докторскую степень в теологической духовной семинарии Принстонского университета. Грегори является основателем и старшим пастором церкви Вудленд-Хиллз Евангельской церкви в городе Сент-Пол, штат Миннесота. У него и его жены Шелли есть трое взрослых детей и несколько внуков. Эдвард Бойт был счастлив в браке с Дженни Бойт последние 20 лет своей жизни. У него шестеро детей, 16 внуков и 11 правнуков. Эдвард был самообразованным, исключительно интеллектуальным человеком, но очень скептичным по отношению к религии. В возрасте 74 лет он отдал свою жизнь Христу, прежде чем он умер в декабре 2002 года. В последние 10 лет своей жизни его самой большой радостью было слышать истории о том, как Бог использовал переписку между ним и Грегом, чтобы менять жизни других. Посвящается нежной памяти Орлиль Бойт. Грегори и Эдвард Бойт Письма скептику Размышления сына над вопросами своего отца о христианстве Предисловие Исключительно умный, чрезвычайно скептический, очень волевой человек, 70 лет, можно ли найти менее подходящего кандидата для обращения к Богу, чем мой отец? Надежда на удачный исход была очень мала. Мой отец никогда не проявлял какого-либо интереса к Евангелию. Церковь его возмущала, и он враждебно высказывался о тех, кого он называл рожденными свыше. За все 14 лет моей христианской жизни, до того, как началась наша переписка, я несколько раз пытался говорить с ним о вере, но это были в какой-то степени неудобные, очень короткие и безрезультатные разговоры. Честно говоря, я совсем уже было потерял надежду на его спасение. Однако в марте 1989 года я почувствовал, что Господь призвал меня еще раз засвидетельствовать моему отцу о христианской вере, только уже не в личном разговоре, а через письма. Я планировал длительную переписку, которая бы позволила нам раскрыть все свои карты. Я бы дал отцу возможность огласить все его возражения против истины христианства, а он бы позволил мне обдуманно ответить на них, приводя хорошие аргументы в пользу христианства. Честно говоря, сначала я думал, что ничего из этого не выйдет, но что мне было терять? К моему удивлению, отец принял это предложение. 30 писем за 3 года, и Эдвард Бойт поверил в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя своей жизни. Это произошло в январе 1992 года. У меня есть несколько причин считать, что публикация нашей переписки может быть очень полезна. Во-первых, есть множество христиан, таких как я, которые имеют неверующих родственников. И некоторые из этих родственников, возможно, такие же рационалисты, скептики и, очевидно, такие же, так сказать, безнадежные, как и мой отец. Я молюсь, чтобы эта переписка не только давала надежду, но и была источником информации для верующих, которые столкнулись с подобной ситуацией. Ведь вопросы и возражения моего отца о христианстве – это вопросы и возражения относительно христианства, которые чаще всего задают неверующие. Во-вторых, этот диалог будет полезен как верующим, которые ищут рациональные основания для своей веры, так и неверующим, которые, подобно моему отцу, взвешивают истинность христианства. Несмотря на то, что наша переписка не является исчерпывающей критикой и апологетикой христианства, проницательные вопросы моего отца затрагивают почти все существенные возражения христианству, а ответы ему включают почти все важные доводы в защиту христианской веры. И последнее. Я считаю, что эта переписка может послужить и тем, кто изучает апологетику и занимается благовествованием. Очень часто мы воспринимаем апологетику как дисциплину, которая имеет мало общего с распространением Евангелия. Возражения христианству, как мы часто предполагаем, по своей сути моральные, а не интеллектуальные. Грешникам нужна проповедь, а не рассуждение. Я надеюсь, что наш диалог поможет развеять этот миф. Конечно, всегда есть духовные аспекты в сопротивлении неверующих Евангелию, об этом написано во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 4 стихе. И одних рассуждений никогда не бывает достаточно, чтобы обратить неверующее сердце. Необходимы еще молитва и духовная борьба. Но это не значит, что рациональные возражения, которые препятствуют неверующим на пути к Богу, не искренни. И что верующие не несут ответственности за то, чтобы знать и поделиться рациональными основаниями своей веры. Писание предполагает такую ответственность. Об этом написано в первом послании Петра в 3 главе, в 15 стихе. Эта переписка показывает, что интеллектуальные и духовные компоненты сопротивления неверующего Евангелию могут идти рука об руку, и как человек может разобраться с этими обоими элементами одновременно. Письма есть иллюстрацией практичности и эффективности апологетики. Это пример того, как Бог может использовать интеллектуальное рассуждение, чтобы достучаться и изменить сердца тех, чьи ум и сердце были абсолютно невосприимчивыми к свету Евангелия. И, наконец, эта переписка является свидетельством преображающей силы настойчивой любви и искреннего общения в распространении Евангелия. И, я думаю, надо сказать еще несколько слов об этой переписке. Мой отец и я вместе с издателями этой книги постарались сохранить письма как можно ближе к оригиналу. Конечно, определенная редакторская работа была необходима в целях ясности и организации, так как оригинальная переписка не имела такой четкой тематической структуры, как это представлено в данной книге. Но мы постарались сохранить текст как можно ближе к оригиналу. Во многих случаях, например, мы не стали, так сказать, чистить язык моего отца, так как чувствовали, что это уменьшит подлинность диалога. Просим прощения у тех читателей, которым это покажется плохим тоном. По той же самой причине, в целях подлинности, мы сохранили мое вольное цитирование стихов из Писания, к которому я иногда прибегал. Где употребляются точные цитаты, они взяты из нового русского перевода IBS 2010 года. В английском оригинале употребляется New International Vision, NIV. Мне хочется выразить благодарность всем, кто участвовал в издании этой книги. Я глубоко признателен моим студентам класса апологетики 1992 года в колледже Вифиль за их проницательные замечания и редакторские предложения, связанные с изданием писем. Мне было приятно поделиться с ними радостью обращения моего отца. Я благодарен также моим выпускникам предыдущих классов апологетики за их отзывы о письмах моего отца. Эти письма еще не изданные, они читали, когда учились. Огромная признательность и моему отцу за его открытость к нашему с ним диалогу, за его мысли, чувства, время и участие в этой переписке. В письмах очень заметна его честность, искренность и серьезное отношение к предмету разговора. Я благодарен ему за разрешение с самого начала поделиться его размышлениями с моими студентами, а теперь вот представить наш с ним диалог вам, читателям этой книги. Но больше всего мы с Отцом благодарны нашему Господу Иисусу Христу. Мы явно видим в наших жизнях, что Его благодать действительно чудесна. Мы молимся, чтобы эти письма привели и других, даже таких, которых считали безнадежными, к этой чудесной благодати Бога. Доктор Грегори Бойт Субтитры создавал DimaTorzok